Мы находимся в Санкт-Петербургском отделении КПЕ, сегодня 4 апреля. Ну, так вот, обзор я, в общем, начну, видимо, тему, обозначу её, но сегодня, поскольку произошли события, немножко мы на них остановимся, трагически. И такой небольшой обзор того, что новое. Новое у нас. Вопросы задавайте, естественно, мы на них постараемся ответить сегодня, если не так много будет. И в прошлый раз я на все ответил вопросы. В общем, ну, вчера известно, наверное, кто следит за событиями, состоялась вторая встреча Медведева с представителями незарегистрированных партий. Их называют несистемная оппозиция. Оппозиция, она специально делается, потому что далеко не все партии, которые присутствовали там, представители, в основном это лидеры партии, они являются оппозицией существующему режиму. Но, в частности, наша партия, она не является оппозицией. У нас, как это принято говорить, давно уже у них оппозиция, у нас позиция. Причём у нас позиция не только интеллектуальная, но и очень прогрессивная, направленная, нацеленная в будущее. Но кому-то очень не хочется, конечно, судя по всему. Кому-то очень не хочется, чтобы трибуна была легитимной. Не только наша, конечно, трибуна. Но мы попали, в общем-то, в этот список. Мы попали и в первый раз, и сейчас. И кто ещё не видел, президент прямо там, на этом заседании, в Кремле подписал закон о упрощении регистрации политических партий. Ещё раз, значит, кто сомневается в том, что мы можем там затеряться среди сотен карликовых партий всяких, то я, в принципе, уже говорил, ещё раз повторю, у нас такая позиция, что мы как работали, так и будем работать, только без, теперь уже без лишней нагрузки, которая представляла собой достаточно неприятный и непродуктивный труд по сбору заявлений, чтобы зарегистрироваться, чтобы быть легитимными. Благодаря, в общем-то, тому, что мы имели статус партии за эти годы, отбито несколько уголовных дел по 282-й статье, в которых нас пытались наезжать следственные органы, отдел по борьбе МВД, отдел МВД по борьбе с экстремизмом, в основном на местах, и там определённых лиц, которые уже давно взяты на карандаш, естественно, не только нами, их подводили под это представители иудейской и так называемых христианских организаций в основном, либо идиоты просто. Вот теперь, в общем-то, если брать и Конституцию, и уголовные другие гражданские кодексы, то их действия, и в первую очередь мы специально, сейчас я дальше на этом остановлюсь немного, выкладываем сейчас материалы, сейчас вторая часть вышла, по тому, что представляет собой на практике иудаизм, ну а по христианству, там тоже можно поговорить ещё раз отдельно, хотя эта тема уже достаточно освещена, поэтому не стоит пытаться своими действиями оттягивать наилучшее будущее для человечества, поскольку информация, которую мы даём, она от неё зависит и мера кровавости грядущих событий, и степень напряжённости, тоже кровавости, степень всяких неприятностей, которые будут при переходе от капитализма к чему-то другому. Ну вот к чему, это уже каждый клан глобальный, он видит это по-своему. Нам ясно одно, что все попытки на сегодняшний день адаптировать, в основном, конечно, это библейская концепция, её разновидности, к будущему будут обречены на крах. Тем более, что, судя по всему, опять-таки, у них нету чёткого представления. Так что, ещё раз хочу напомнить, что основное, конечно, если это событие, завершить обзор вот этого события, которое вчера произошло в Кремле, основные, так сказать, приговоры, встречи, они не показываются, в общем. Они не показываются, и было показано только официальная часть. А дальше пусть каждый думает то, что ему заблагорассудится. Каждый в меру своей нравственности судит о других. Мы будем идти дальше. Но ещё раз хочу напомнить, что если кто захочет оценивать работу руководства партии, как в центре, так и на местах, то это в основном критерии должны быть информационно-аналитические, информационно-распространительные. Вот так вот в основном эти задачи партии. Причём мы базируемся, придерживаемся строго на теоретической платформе, которая представлена в множестве книг, относящихся к концепции общественной безопасности. Причём следим за тем, чтобы там не было ещё и искажений каких-то. Для этого существует ряд ресурсов, которые полностью в нашем распоряжении. Вот. Это первое. Дальше. Ещё, значит, продолжение опубликовано на сайте КПЕ. Опубликована вторая часть. Хочу обратить на неё внимание. к десятилетию фашистских действий израильских представителей Израиля в Дженине. Вот. И там тоже интересно, что там, в этой второй части, есть, ну это не свежий документ, обращение ко всем евреям, проживающим в России. Некто Иосиф Гельфанд, это во второй части, где-то в середине, ближе к концу вставлено. Почему это сейчас очень важно? На этом, наверное, стоит остановиться. И почему мы опубликуем вот это лицо? Оно сейчас открывается полностью. Я об этом говорил много. Но на Западе, в основном, это по источникам, которые не здесь находятся, а на Западе. Часть переводных материалов, часть некая компиляция из видео, это самое, видеокартинки вытащены. И там бьют тревогу, тоже некие государственники, люди озабоченные характером, античеловечным характером иудаизма и его проявлениями на практике. То, что мы имеем сейчас вот, по меньшей мере, уже 50-60 лет на так называемой Святой Земле. Но вот события 10-летней давности в Дженине, они показали очень наглядно истинное лицо иудаизма в том цвете. Причем оно мало отличается, это лицо, от того, что творили и пытаются дальше продолжать творить натовские войска на оккупированных территориях в Северной Африке, на Ближнем Востоке, сейчас они лезут в Азию. Вот об этом мы сегодня немножко поговорим, потому что, судя по неким мистическим знакам, ситуация будет обостряться в ближайшее время вокруг России. Как это ни печально, но дай Бог, чтобы я ошибался. Ну, это надо иметь в виду. Ну, вот, и евреи, иудеи, именно они непосредственно имеют к этому прямое отношение. Если углубиться немного в историю, вот здесь это обращение, оно где-то 2-3 года назад появилось в сети, некто Иосиф Гельфанд, уже больше 16 лет живу далеко от России, мне далеко не безразлично все то, что там всего сейчас происходит. Ну, это 2-3 года назад это написано. Автор статьи очень убедительно показывает антинародный характер современной российской власти и ее верного помощника Государственной Думы. Бесчеловечно, но это не имеется в виду верхушка путинская, потому что Путину сейчас очень сложно, ему, что досталось вот с 90-х годов. А там, ну что вы, посмотрите, любой канал включите, Соловьев буквально сегодня выступал. Соловьев это тот, кто практически представлял телевидение на выборах. И что он сегодня говорит нам по Вести ФМ утром, он говорит, то я по бежеисповеданию иудеи. Что такое иудаизм? Ну, посмотрите. Сейчас вторая часть будет, третья часть, видимо. Ну, а, говорит, а дети у вас? Дети у меня крещеные, потому что мать русская, я иудей. Ну, а зачем, спрашивается, ему это надо? Любой канал включите. Почему так происходит? Печальное наследие Атлантиды. Наша цивилизация приняла характер библейской культуры. Если верить, то есть толпоэлитаризм стал развиваться под библейской вывеской. Выплеснулось это всё из Египта. Здесь пояснено, почему. Вкратце, естественно. Этот печальный опыт мы имеем уже, если верить в современную историю, около трёх тысяч лет. Ну, по меньшей мере, последние полторы-две тысячи лет. Опять-таки, если не упираться в работы Фоминка-Носовского и прочих, есть ещё, которые ещё больше сжали историю, то мир управляется, в общем-то, из одного центра, который представляет собой некую концептуально-идеологическую вывеску – это Библия. Библия едина. У нас есть работа ещё вот такая. По Библии очень полезный труд Дуглас Риттс по Рассионе. Я просто напоминаю, потому что в этом надо разбираться. Если русские не разберутся в этом, вот этот еврей, молодец, он говорит, что русские разберутся обязательно. Библия едина. Ветхий Завет – это основа Библии. Не случайно так получилось, что нам, русским, перевели к концу XIX века оба Завета на русский язык. И русская православная церковь, так называемая, она несёт на себе Библию оба Завета – и иудаизм, и христианство. Кто будет говорить там что-то, что вот нет, христианство, православие тем более – это не то христианство, а иудаизм тут вообще ни при чём. Ещё раз хочу напомнить. Православная, на сегодняшний день, так называемая православная Библия Московской Патриархии – это Ветхий Завет, её основа.